Актуальность проблемы вырастания плаценты актуальна. И с каждым годом этих пациентов становится все больше и больше. Так, за последние 50 лет их количество увеличилось в 10 раз. И связано это напрямую с увеличением процента абдоминального родоразрешения. В большинстве стран в настоящий момент при диагностике данной патологии проводится раннее плановое абдоминальное родоразрешение с гистероктомией. Так, по данным 14 когортных исследований, проведенных с 1982 года по 2016 год, гистероктомия выполняется практически в 90% случаев. При этом тяжелые крючения встречаются практически в 100% случаев повреждения мочевыводящих путей и инфекционное осложнение у каждой третьей пациентки. Материнская смертность достигает в США 1%, 7% в другие страны. Средняя кровопотеря при данной операции 3 литра, кровопотеря более 10 литров у 13% пациенток. Преливание донорских компонентов крови от 3,5 до 5,5 литров. Тромоэболические осложнения встречаются в 4% случаев. В Российской Федерации тенденция к выполнению органосохраняющих операций. Основоположником проведения органосохраняющих операций в нашей стране стал Марк Аркадьевич Курцер, разработавший и внедривший временную баллонную окклюзию общих подвздошных артерий при существовании данных операций. Альтернативой рентгеновоскулярным методам хирургического гемостаза стала разработка комплексного компрессионного гемостаза нашими коллегами из научного центра Кулакова, Шмакова Романа Георгиевича. И параллельно была работа по выполнению операций при превращении пациента нашими коллегами из Омска, в частности Сергею Владимировичу Баринова. Ни для кого не секрет, что для успешного выполнения данных операций необходима своевременная диагностика и маршрутизация пациенток, универсальная мультидисциплинарная бригада, готовая работать в режиме 24 на 7, наличие протокола введения пациенток в дородовом, интероперационном и послеоперационном периодах, наличие взрослой и нанотальной реанимации, возможность применения кровесберегающих методик, аутореинфузии и аутороплазмодонорства, доступность препаратов в донорской крови и наличие протокола массивных донорских трансфузий, а также возможность включения в бригаду при необходимости сосудистых, абдоминальных хирургов и урологов. Мы начали заниматься этой проблемой с ноября 2014 года. Изначально, после проведения донового кислорощения, перед этапом метроплатики проводилась перевязка внутренних подвздошных артерий, либо маточных сосудов. При этом кровопотеря составила 4200, что побудило нас к поиску других методик хирургического гемостаза. И с мая 2017 года, взяв опыт научного центра акушерства и гинекологии имени Кулакова и несколько модернизировав их методику, мы внедрили турникетный гемостаз в нашем учреждении. При этом кровопотеря снизилась практически в 2 раза, а с 2018 года, добавив к турникетному гемостазу баллоны-тампонадовлагалища, мы снизили кровопотерю практически в 4 раза. В последние 4 года кровопотеря составляет порядка 1 литра. Над диаграммой показано количество пациенток, прооперированных за это время. И согласно распоряжениям здраво-московской области, с 2017 года пациентки с данной патологией концентрируются в нашем перинатальном центре. Целью нашей работы явилось оценить эффективность метода дистального компрессионного гемостаза с применением турникетов, в сочетании с баллонной тампонадой влагалища, вагинальным катетером Жуковского при родоразрушении беременных с врастанием плаценты для снижения объема интероперационной кровопотери. Группы были однородны как по возрасту, по индексу массы, тело, теку, по числуки освещения в анамнезе. Средний возраст пациенток составлял 35-33 года, что ставило перед нами задачу сохранить репродуктивную функцию. На данном слайде показано схематичное кровосложение матки и схематично показано наложение маточных турникетов. В качестве турникетов мы используем катетерофалия. После проведения доновой кесаресечения накладывается первый маточный турникет по верхнему краю маточной аневризмы с захватом широких связок матки. При этом блокируются восходящие маточные артерии и яичниковые артерии. Затем переходим к следующему этапу мобилизации мочевого пузыря. Это самый кропотливый этап. И после проведения мобилизации мочевого пузыря по нижнему краю маточной аневризмы накладывается второй маточный турникет, блокируя маточные артерии. На этом слайде показано наложение двух маточных турникетов и установка вагинального катетера Жуковского, который блокировал нисходящие ветви маточных артерий, вагинальные, влаголечные и сравные артерии. Вот так вот выглядит вагинальный катетер Жуковского. Он может водиться как на этапе подготовки к операции, на ней раздуваться, так и интероперационно в момент зашивания донного разреза на матке. После излечения плода в катетер вводится 180 мл физраствора, он принимает форму бублика и тампонирует хорошо влагалище. Ну вот так вот выглядит маточная аневризма. Ни в коем случае нельзя делать разрез в этой зоне, потому что мы получим одномоментную массивную кровопотерю с большой вероятностью оставить пациентку на операционном столе. На этом слайде мы показываем этапы компрессионного гемостаза. Выполнено донное кесаро-сечение. Здесь указка. Выполнено донное кесаро-сечение. Наложен верхний маточный тверникет по верхнему краю маточной аневризмы. И в дальнейшем мы приступаем к мобилизации мочевого пузыря. Крупные аберрантные сосуды мы перевязываем. На среднем слайде это показано. А мелкие регулируем. Не знаю, включится ролик вот этот. На этом ролике мы хотели показать процесс мобилизации мочевого пузыря, но давайте перейдем к следующему слайду. После проведения мобилизации мочевого пузыря накладывается второй маточный турникет. Здесь видно его наложение. После чего приступаем к истечению маточной аневризмы. Вот в середине слайд. Маточная аневризма иссечена. Между двумя турникетами абсолютно сухо. И окончательный этап операции метропластики. Так вот выглядит плацент с участкового расстояния в измененной миометрии. На данном слайде мы представили пациентку с расстоянием плаценты без рубца на матке. Было диагностировано до операции истинное расстояние плаценты в заднюю стенку. Мы провели те освещения по дерфлеру. Также наложили два турникета выше и ниже участка вырастания. Видите, мы иссекли участок вырастания практически до сирозной оболочки изнутри. После этого сопоставили этот иссеченный участок отдельными векрилыми швами. Очень хорошая репарация. И все было нормально. Кровопотели минимально при этом. При оценке, при сравнении, при межгрупповом сравнении объема в кровопотере в зависимости от методики хирургического гемостаза, мы получили достоверное различие между основной группой и группой сравнения. В той группе, где проводился компрессионный гемостаз с применением вагинального катета Ржуковского, кровопотеря составила 959 мл. против группы сравнений, где турникетный гемостаз проводился без вагинального модуля. Там кровопотеря составила 1549 мл. На этом слайде в таблице показаны основные критерии оценки наших результатов. Как я говорил уже выше, достоверно различались объемы кровопотерей у пациента к основной группе и группы сравнения. Уровень гемоглобина на предоперационном этапе был сопоставим в обоих группах, однако гемоглобин на 3-4 сутки достоверно снижался в той группе, где проводился изолированный турникетный гемостаз. Также снижался объем реинфузии в исследуемых группах. Время операции и срок госпитализации были сопоставимы. Были получены достоверные различия между нашими двумя группами при оценке возможностей гемотрансфузии донорских компонентов крови. В группе сравнения гемотрансфузии эритроизоторной массы отношений шансов составили 7, свежезамороженные отношения шансов составили 41. Мы рассмотрели осложнения, которые были диагностированы в наших основных группе сравнения. Экстерпации матки в основной группе не было ни одного случая. Во второй группе у двух пациенток была произведена органолносящая операция в связи с массивным кровотечением. Репл-артомии и в первой и второй группе были сопоставимы. Причем следует отметить, что если во второй группе сравнения релопротомии были связаны с кровотечением, в первой группе релопротомии были проведены в отсрочном периоде. Одна пациентка на седьмые сутки по поводу развития динамичной кишечной непроходимости и вторая пациентка по поводу абсцесса малого таза проводила дренирование радиения спая к малому тазу. В основном группе в одном случае был диагностирован пузырно-маточный свитч, который в дальнейшем закрылся самостоятельно. В группе сравнения у нас два пузырно-маточного свитча было диагностировано через месяц. В одном случае сечение маточного пузырного свитча было произведено лапароскопическим доступом, в другом лапаротомическим. В основном группе в одном случае мы получили в одном случае обструктивный пилонефрит, связанный с отеком мочеточников на фоне его катетеризации. Через две недели эта проблема разрешилась. Гипотония матки и в первой и второй группе были сопоставимы. Достоверных различий выявлено не было, однако в процентном отношении в первой группе это было всего 6% в случаях, во второй группе – 13%. При гипотонии матки мы использовали компрессионные швы. Преимущество метода дистально-компрессионного гемостаза с использованием турникетов в сочетании баллонно-тампанельного влагалища в вагинальном катетерам Жуковского показало, что органно-сохраняющая операция была выполнена в 100% случаев, это 133 беременных, снижение объема кровопотери в 1,6 раза по сравнению с группой контроля, снижение объема переливания донорских компонентов крови и минимальное количество осложнений интероперационных в послеоперационном периоде, ну и, что немаловажно, снижение материальных затрат учреждения. Метод может быть внедрен и с успехом применяться практически в перинатальном центре третьего уровня после соответствующего обучения врачей и подготовки команды. Спасибо за внимание. Спасибо, Ильяс Александрович, за пройденный опыт работы. Следующий доклад Гемуранов, Дмитрий Владиславович, Екатеринбург. Спасибо.